Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. В эфире Вести Карачева Черкесия. Особый стратегический характер был отмечен на открытии конференции. Развитие экспорта – один из приоритетов в государственной политике нашей страны. И, несомненно, это требует от нас консультации, опыта, знаний. Ну и, собственно говоря, чем все сегодня здесь и собрались. По своей стороне постараемся делать все для того, чтобы этот процесс у нас был максимально комфортным. На встрече обсудили вопросы качественного взаимодействия центров поддержки экспорта и повышения эффективности работы. А также провели обучающие мероприятия. В процессе взаимодействия участники конференции передадут друг другу цену опыта работы. Обсудят проблемные зоны и определят точки роста каждого региона. Применяемая практика позволит иначе взглянуть на перспективы бизнеса и поможет решить текущие задачи предпринимателей в сфере экспорта. Результаты проведенной работы в этом направлении каждый регион представил в форме деловой игры. Этот момент оживил и разнообразил конференцию. Нам всем не стоит работать, а вторая велика. Мы не можем пройти. В результате таких встреч инфраструктура поддержки экспорта становится сильнее. А значит, услуги малому и среднему бизнесу предоставляются более эффективно. Было отмечено на мероприятии. Мы отмечаем одними и теми же фразами. Или нет. Помните, экспорт – это просто. Также в рамках конференции будут проведены стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала регионов. Презентация платформы «Мой экспорт», а также организована деловая игра «Конкурентный рынок для центров поддержки экспорта» и центров «Мой бизнес». Альбина Ламкова, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесию из Саудовской Аравии вернулась группа мусульман, отправившихся в хадж, в Мекку. Прибывших встречали представители духовенства, правительства, а также родные и близкие. По поручению главы республики Рашида Темрезова, паломников встречали традиционным праздничным угощением – курманлык. Подробности расскажет Мураджан Кёзов. Хадж – паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине. Он является одним из толпов в исламе и приурочен к празднику жертвоприношения Курман-Байрам. Хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. 350 жителей Карачаева-Черкесии в этом году увидели святые места и выполнили обряд поклонения. У ворот соборной мечети в Черкесске вернувшихся встретили родные и близкие, а также председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев и первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. В этой жизни вам надо будет помнить о том, что вы видели священные места. Вы видели то, что очень многие стремятся, не могут это увидеть. Аллаху Таала дал вам эту возможность, то, что вы увидели. Вот эти вот священные места. Кяба – это такое, когда впервые его видишь, из него исходит нур, из него исходит такая энергия, которая заставляет вас трястись, которая выводит от вас и слезы, и пот. Вот это такая сила есть у Кяба. Поэтому вы это все увидели, почувствовали, вернулись, и это вы должны уже всем об этом говорить, рассказывать, чтобы каждый стремился туда. Сегодня в нашем центральном мечете, хвала Всевышнему, мы все вместе сидим. И вот по поручению главы, как сказал Муфтий, мы делаем всем, дай Аллах, что те два, которые вы сделали, ваш Хадж Всевышний принял, те два, которые вы просили за себя, за свой джамагат, за республику, дай Аллах, что Всевышний принял. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, вернувшихся из Хаджа, встретили традиционными угощениями. Как рассказали на встрече, паломники совершили священные обряды без каких-либо происшествий и вернулись домой благополучно. Во время паломничества они молились о мире и согласии между людьми и странами. Это просто непередаваемо, то ощущение, которое мы получили, совершая Хадж. Тем более с опытными руководителями в лице Казим Хаджи, Джетул Хаджи, они в полном объеме, все обряды, все традиции, положенные проведение Хаджа, нас провели. Если человек, как говорится, не зная знания, прошел бы это одно, а здесь мы в полном объеме получили вот такое удовольствие. Хаджа – это ощутить в полной мере жизнь мусульман, какой она должна быть в идеале, когда жизнь строится вокруг поклонения, вокруг своей религии. Что в Мекке, что в Медине, это было заметно, что уклад жизни людей, местных жителей, меканцев, мединицев, гостей, он напрямую был связан с мечетью, с намазом, с поклонением. И вот этот контраст очень сильно ощущается. Вернувшихся паломников теперь будут уважительно именовать Хаджи, которые усталые, но радостные и счастливые отправились к себе домой. Мраченкио заврасывал Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман, ветер западный 5-10, днем будут порывы до 14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, а днем 20-25 выше нуля и местами до плюс 17. В Черкесске ночью кратковременный дождь, днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10, метров в секунду днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, а днем 23-25 градусов тепла. Всеночное обдение Сергея Рахманинова впервые прозвучало в Никольском соборе Черкеска. Это масштабное произведение русского композитора исполнил соборный хор Пятигорской епархии и Северокавказской государственной филармонии. Подробности у Алибаташева. Удивительное многоголосие, сочетающее традиции классического хорового пения и церковного богослужения. 60 голосов, создающих музыкальное полотно выдающегося произведения Сергея Рахманинова, среди которых священнослужители и миряне. Представители соборного хора Пятигорской Черкесской епархии и Северокавказской государственной филармонии под управлением дирижера Елизаветы Письменной. Всеночное обдение – это в первую очередь духовное произведение. И, конечно, что как ни храм сможет донести полностью смысл, духовный смысл до человека. И, конечно, храмовая атмосфера, она полностью нас соединяет с великолепной музыкой Рахманинова. И смысл текста звучит более подробно, более осознанно. И все просто происходит, можно сказать, по воле Божьей. Всеночное обдение – одна из вершин русской духовной музыки. Это хоровое произведение способно встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Пергалези и Баха, говорили перед началом выступления. Это по своему характеру вообще сложное очень произведение. И вот, к сожалению, почему многие спрашивают, почему они мало исполняются именно в храмах во время богослужения. Потому что они по своей структуре очень сложные. Их можно исполнить только хором очень пространным, когда, чтобы было много голосов, было очень хорошее, крепкое многоголосие. Сергей Рахманинов называл Всеночное обдение одним из лучших своих творений. Оно появилось как реакция композитора на события Первой мировой войны. Любимым фрагментом автор читал отрывок из Пятого гимна, который исполняют басы. Со своей задачей артисты справились. На протяжении полутора часов зрители наслаждались великолепным исполнением произведения Сергея Рахманинова. Проект посвящен 150-летию русского композитора. Для тех, кто пропустил концерт в Черкесске, есть возможность сделать это в двух городах СКФО, говорят организаторы. Всеночное обдение в исполнении соборного хора Пятигорской Черкесской епархии и Северо-Кавказской государственной филармонии прозвучит 13 июля в Нальчике и 16 июля в Кисловодске. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Курорт Архыс стал лидером среди особых экономических зон туристско-рекреационного типа в России. Такие данные отражены в отчете Минэкономразвития страны. С показателем эффективности 95% Карачаева-Черкесия обогнала Алтайский край и Тверскую область. Особая экономическая зона Архыс на территориях Зеленчукского и Урупского районов появилась в 2010 году. Молодой курорт стал лидером по числу туристов среди всех курортов СКФО. Архыс по итогам 2022 года посетила более 800 тысяч туристов. Карачаева-Черкесия – гостеприимный горный край. В Москве на Чистопрудном бульваре открылась интерактивная фотовыставка. На экспозиции представлено более 30 работ. Желающие могут познакомиться с достопримечательностями нашей республики. О столичной выставке с капказским колоритом расскажет Дарья Тендит. Сколько впечатляющих мест можно насчитать в Карачаево-Черкесии. Для этого не хватит пальцев на обеих руках. Сложно прочувствовать величие гор, мощь водопадов и очарование озер. Невозможно оценить их красоту, не побывав в этих местах. Красивейшие природные пейзажи – визитная карточка традиционных горнолыжных курортов Архыза и Дамбая. Они представляют широкие возможности для туризма, спорта и активного отдыха. Их можно посетить в любое время года. Я случайно проходил мимо вашей выставки, и некоторые фотки прямо захватывают дух. Появилось желание на мой следующий визит обязательно поехать туда на пару дней и насладиться пейзажами и природой. Завораживающая выставка, которая ознакомит жителей и гостей столицы с уникальными природными данными, колоритом, достопримечательностями. Многообразие и красота заповедных уголков нашего региона производят впечатление даже на тех, кто ни разу там не был. Организаторами выставки выступили постоянное представительство Карачаева-Черкесии со столичным департаментом культуры. Очень красивая республика. Я наблюдала, смотрела видеоролики и так далее. Домбай, Архыз. Хотела бы на горнолыжный курорт попасть. Надеюсь, когда-нибудь увижу всю красоту этой республики. Не знаю, очень аутентично. Мне нравятся наряды такие национальные, красивые. Ну, честному мнению, мне понравилось. Ну, на самом деле, я-то никогда не была, слышала мало, но знаю, что там есть горнолыжный курорт. На специальных стендах размещены фотографии с QR-кодом, считав который, посетители выставки смогут узнать более подробную информацию о туристическом объекте, познакомиться с историей, интересными фактами, а также посмотреть местонахождение и точный адрес представленного объекта. Я только слышала, не посещала, но я прочитала про него, и мне интересно его посетить. Навела QR-код на камеру и прочла, что как раз здесь курорт снежный, где можно покататься на лыжах, сноутбордах и все тому подобное. Очень заинтересовало это. Фотовыставки под открытым небом на центральных бульварах столицы уже стали традиционными и проводятся ежегодно. Экспозиция на Чистопрудном бульваре будет размещена до 28 июля, и посетить ее сможет каждый желающий. Дарья Тензит, Вести Карачаева, Черкесия. И спортивные вести. Четыре спортсмена из Карачаева, Черкесии. Азамат Татаркулов, Алана Чабаев, Канамат Дикуушев и Арсен Мусалаев. Вошли в состав сборной России и примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах. Напомню, соревнования начнутся 14 июля в Казахстане. В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены из более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Сын». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»